И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Святые отцы по-разному объясняли это местописание. Так, святитель Григорий Палама под взятием креста понимал распятие плоти со страстьми и похотьми. Похоже, интерпретировал данный евангельский отрывок праведный Иоанн Кронштадтский, подразумевая под крестоношением мертвость греху из погребения Христу. Иначе толковали этот стих святитель Иоанн Златоуст и блаженный феофилакт Болгарский, понимая под словами Христа повеление при необходимости отказаться от настоящей жизни и предать себя на позорную смерть. Апостол Матфей в своем Евангелии приводит беседу Христа с 12 ближайшими учениками. Эта беседа стала своего рода наставлением, которое учитель преподает своим последователям перед тем, как впервые отправить их на самостоятельную проповедь. Следование за Христом и верность Ему в Евангелии от Матфея выражаются через образ креста. Как правило, при слове «крест» мы вспоминаем об одном, единственном в своем роде кресте, который был водружен на Голгофе и на котором совершилась тайна искупления. Однако Иисус использует образ креста задолго до своих страданий. В действительности, казнь на кресте, казнь через распятие во времена земной жизни Спасителя была довольно широко распространена. Впервые этот способ казни стали применять во времена Александра Македонского, затем его использовали в пределах Римской империи до тех пор, пока император Константин Великий не отменил его. В Римской империи начала I века по Рождестве Христовом распятие использовалось в первую очередь как средство устрашения преподавлений восстаний в самом Риме и в многочисленных римских провинциях. Жители Галилеи, из которых были и первые, ближайшие ученики Иисуса, не понаслышке знали, о чем идет речь. В правлении римского прокуратора Квериния в Галилее вспыхнуло восстание зелотов под предводительством Иуды Галилеянина, которое было жестоко подавлено римским полководцем Варом. Порядка двух тысяч человек были казнены на крестах, которые затем выставили вдоль дорог для устрашения жителей. Об этом восстании и его плачевной истории мимоходом упоминает и Гамалиил, учитель Павла, говоря «Во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Деяние, глава 5, стих 37. Согласно тексту всех трех синаптических Евангелий, Господь, говоря о самоотверженном ученичестве, которое может привести к поруганию, страданиям и в конечном счете даже к смерти, использует выражение «взять крест свой». Само это выражение связано с обычной практикой того времени, когда осужденный и приговоренный к казни через распятие сам нес крест или какую-то из его частей к месту своей казни. И по сей день призыв Христа взять крест и последовать за ним – это призыв быть готовым к страданиям, к унижению и даже к смерти. Ибо человек, который становится учеником Иисуса, призван во имя Евангелия мужественно переносить все испытания, которые постигают его как ученика Христова. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.